Я от всего сердца приветствую вас на новом выпуске программы «Церковь Ковчег». Настал час, этими словами Иисус объявил о событиях, о которых мы с вами сегодня услышим. Все началось с того, что солдаты схватили Иисуса. Потому что когда Иисус вместе со своими учениками пошел в Гефсиманский сад, Иуда рассказал об этом израильским старейшинам, и они направили туда солдат, чтобы те, наконец, смогли схватить Иисуса. Но какие же уроки мы можем извлечь для себя из этой истории? Каким духовным истинам мы можем научиться у двух участвовавших в ней сторон или лиц, и как применить это на практике? Ответы на эти вопросы вы узнаете прямо сейчас. Я от всего сердца приглашаю вас всех сейчас взять в руки ваши Библии. Сегодня мы продолжим читать Евангелие от Марка. Тем временем мы уже добрались до 14 главы. И сегодня мы прочитаем о том, как солдаты схватили Иисуса, то есть начиная с 43 стиха. Итак, Евангелие от Марка, 14 глава, 43 стиха включительно. Я прошу вас сейчас встать и прочитать об этом вместе со мною. И тотчас написано тут, как он еще говорил. «Приходит Иуда, один из двенадцати, и с ним множество народа, с мечами и колиями, от первосвященников и книжников. И старейшин, предающий же его, дал им знак, сказав, «Кого я поцелую, тот и есть. Возьмите его и ведите осторожно». И придя тотчас, подошел к нему и говорит, «Рави, рави», и поцеловал его. А они возложили на него руки свои и взяли его. Аминь. Можете присаживаться. Это была ночь перед распятием Иисуса. Иисус разделил праздничную пасхальную трапезу со своими учениками, и вечером накануне своей смерти сказал им, что его должны предать. Иисус, услышав об этом, Иуда, праздновавший вместе с ними этот праздник, подскочил, а вышел из горницы и прямо под покровом ночи устроил так, чтобы Иисуса арестовали. Пока Иуда активно принимал меры, Иисус с остальными учениками направился в Гефсиманский сад. Он пережил очень тяжелую духовную борьбу. Он буквально бегал по острию ножа. В Евангелии от Марка сказано, что он начал ужасаться и тосковать. И, отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его час сей. И говорил, «Авва, отче, все возможно тебе. Пронеси чашу сию мимо меня, но ничего я хочу, отчего ты». Он был глубоко потрясен перед этим наиважнейшим событием за всю историю мира, перед этой духовной борьбой, борьбой между светом и тьмой, этой молитвенной битвой. А его ученики, которые еще были с ним, их осталось всего 11, они спали. В то время как один из них, а именно Иуда, где-то в Иерусалиме предавал самого Иисуса. Иуде дали 30 серебряников за то, что он выдал вероятное место пребывания Иисусом. Иуда точно знал, куда он мог пойти и где он мог быть. И, как пишет Иоанн в своем Евангелии, вместе с Иудой послали отряд воинов и служителей от первосвященников и фарисеев. Это было довольно много народа. Марк называет их множеством народа. Некоторые исследователи Библии считают, что там возможно было несколько сотен человек. Я этого точно не знаю. И это множество народа под покровом темноты двинулось в Гефсиманию, в Саат, где Иисус вел свою духовную битву, чтобы схватить Христа. Именно об этом мы прочитали недавно. Структура моей проповеди очень простая. Я рассматриваю в ней различные группы людей, которые участвовали в интересующих нас событиях, и пытаюсь объяснить вам, какое духовное значение имели те или иные события. Давайте сначала поговорим о вооруженных солдатах. И тотчас, как Он, то есть Иисус, еще говорил со Своими учениками, приходит Иуда, один из двенадцати, и с Ним множество народа с мечами и кольями, от первосвященников и книжников и старейшин. Чтобы не привлекать к себе внимание, они выступили под покровом темноты. Это были люди из храмовой стражи, но поскольку религиозные лидеры были обеспокоены тем, что ребята из храмовой стражи окажутся слишком слабыми, в случае, если сподвижники Иисуса станут оказывать сопротивление и не смогут его схватить, они послали для их подстраховки еще и довольно много римских солдат. И так Иуда ушел. Эти люди были вооружены мечами и кольями. При этом у храмовой стражи в руках, видимо, были колья, а у солдат мечи. Они пришли туда, как сообщает нам Иоанн в своем Евангелии, с фонарями и светильниками в темноте, чтобы схватить свет мира. Они пришли с дубинками, кольями и мечами, чтобы арестовать князя мира. Туда пришло множество грубых людей, чтобы схватить того, кто благословлял детей, того, кто делал больных здоровыми, того, кто прощал грехи. И они пришли за ним с дубинками и кольями. Они пришли с оружием за тем, кто ранее говорил, возьмите иго моё на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Тут явно что-то не вяжется. Вооруженные до зубов сотни солдат пришли арестовывать Агнца Божьего. Это был трусливый и неподобающий поступок, направленный на арест и убийство невинного Сына Божьего. Их послали книжники и фарисеи. Их послали люди, занимавшие высшие чины и притворявшиеся, что ожидают Мессию, притворявшиеся, что готовы принять Мессию. Но когда Мессия пришел, и множество знаков точно говорили о том, что Он, это Мессия и Спаситель, они не приняли Его. Но почему? Да потому что Иисус не церемонился с ними, потому что Он не поддерживал их пышность и славу. И уж тем более их богословие. Он не оправдывал их ожидания. А вот почему Его нужно было устраниться. Они не считали Его славным царем, который мог бы привести Израиль к новому расцвету. Его царством было и остается духовным. Он проповедовал покаяние, обращение в веру и святую жизнь, и свободно, и открыто, критиковал человеческую систему власти, религиозных элит. Иисус не оправдывал их ожиданий, Он не подходил им, и поэтому они решили устранить Его силой. И сегодня многие отворачиваются от Иисуса. Люди делают это снова и снова. Но почему они это делают? Это потому что Он не оправдывает наших ожиданий, потому что Он не одобряет наш стиль жизни. И сегодня многие отворачиваются от Иисуса. Потому что Его слова все еще имеют значение. Он хочет, чтобы мы изменились. Он хочет разрушить древние структуры греха. Он хочет нас обновить. Он не одобряет человеческие системы, чести и власти, а приводит их к разрушению. Из-за этого многие Его ненавидят и по сей день. Скажите, а как вы относитесь к Иисусу? Какое у вас о Нем представление? На чем основано это ваше предположение? Возможно? А в духовном плане вы тоже вооружены до зубов и считаете, что этого Христа нужно убрать глаз долой. Или же вы говорите, хорошо, я все понимаю. Я хочу понять, чего Иисус на самом деле хочет, кто Он и чего я могу ожидать от Него. Тогда я скажу вам, обратитесь к Его Слову. Обратитесь к Библии. Вы увидите Его там и поймете, чего Он хочет. Итак, это множество солдат. И храмовую стражу возглавлял Иуда. И Он, это еще одно действующее лицо в нашей истории, предающие же Его, дал им знак, сказав, кого Я поцелую, тот и есть. Возьмите Его и ведите осторожно. И придя, тотчас, подошел к Нему и говорит, «Равви, равви». И поцеловал Его. Иуда был одним из 12 учеников Иисуса целых 3 года. Эти прошедшие 3 года он провел вместе с Иисусом. Он был ближе к Сыну Божьему, чем любой другой человек на нашем земном шаре. И все же он был большим лицемером. когда Иисус с учениками чуть ранее вечером собрались вместе, чтобы отпраздновать Пасху, Он сказал, «Истинно говорю вам, один из вас, едущий со Мною, предаст Меня». Иуда так хорошо владел искусством лицемерия, он так хорошо притворялся, что когда Иисус сказал эти слова, никто из учеников и не подумал, даже имея определенные указания на это, что этим предателем может быть Иуда, они начали говорить один за другим, «Не я ли?» и другой, «Не я ли?» Они считали, что сами могут быть теми, кто когда-нибудь предаст Иисуса и не думали тайно. Наверное, это был Иуда. Я наблюдал за ним последние три месяца, и он вызывает у меня большие подозрения. Пора схватить его за шкирятник. Нет, ничего такого они не говорили. Иуда был так искусен и совершанен в своей лже-набожности, что, когда Иисус сказал, «Один из вас предаст Меня», никому и в голову не пришло, что это может быть Иуда. Вместо этого, каждый из них подумал, что этим кем-то может быть он сам. Иуда очень хорошо притворялся. Да, разумеется, это очень важная деталь. Ибо здесь мы видим пример того, как можно делать вид, что ты со Христом и Его Церковью, а где-то внутри себя все же идти другим путем. Да, это возможно. В посланиях апостолов мы постоянно можем видеть указания на их учителя. Например, апостолы пишут там, а некоторых повышедших от них, которые тоже какое-то время были с ними, которые делали вид, что они тоже ученики Иисуса. Но когда события доходили до определенного момента, с них спадали маски, а сами они выступали вперед и показывали себя такими, какими они были на самом деле. мне не нужно сейчас задавать вопрос, может ли быть так, что и вы являетесь такими же лицемерами. Иуда привел в Гефсиманский сад это множество вооруженных людей и поступил по-настоящему зло. По-настоящему неприятно. Он сказал солдатам, кого я поцелую, тот и есть, возьмите его и ведите осторожно. Из произошедшего можно сделать три наблюдения. Первое наблюдение. Мы до сих пор говорим сейчас об Иуде. Очевидно, что Иисус не выделялся среди своих учеников какими-то особенностями внешности. Это очень интересный факт и стоит его запомнить. Иуде нужно было придумать какой-то знак, чтобы указать солдатам на Иисуса. Было темно, была ночь, нужно было сделать так, чтобы они схватили именно того, кого нужно было схватить. Ведь могло быть и так, что кто-то другой выйдет вперед и скажет «Я Иисус». А Иисус, как боялись те, кто хотел его схватить, тем временем исчезнет во тьме и они схватят не того человека. Поймите, что за этим кроется на самом деле. Иисус покинул славу своего Отца. Он сам спустился на землю. Он принял облик слуги и стал походить над человеком. Все считали его человеком. Он был человеком. И будучи человеком, он подвергся смертельному риску. Будучи человеком, он боялся. Он был напуган. Он страдал. Он спустился в долину. Он был настолько человечен, что его никак нельзя было отличить от других. Он был истинным человеком и истинным Богом. Аллилуйя! Этот истинный человек, истинный Бог Христос прошел за вас, ваш путь. И тут можно сделать вывод. Если уж он претерпел все эти страдания, значит он знает и о ваших страданиях. Ибо он претерпел и их, и он знает каково вам, ибо он все-таки был человеком. Второе наблюдение. знаком был поцелуй. И это, пожалуй, был самый трагичный поцелуй за всю историю человечества. Вообще поцелуй это знак привязанности, любви, признания и уважения. Но поцелуй Иуды был выражением величайшего лицемерия. Как же больно это было Иисусу? Да, очень больно. Он думал, Иуда предаст меня поцелуем. Ну и третье наблюдение звучит так. Иуда сказал, это 45 стих, «Рави, Рави!» и поцеловал его. Когда я готовился к этой проповеди, я, как обычно, просматривал различные комментарии к отрывку из Библии, которые мы сегодня разбираем. И на этот раз мне попался комментарий Роберта Чарльза Спраула, богослова, который уже умер. В своем комментарии к этому моменту в Евангелии от Марка он писал, что двойное повторение имени в Священном Писании, выражает особую преданность и отношение к человеку, к которому кто-то обращается. Мы можем видеться в Библии 15 таких повторений имен. Иуда здесь говорит Иисусу дважды это слово «Рави». Бог сказал Аврааму, когда тот готовился принести в жертву Исаака «Авраам, Авраам». Последнюю секунду Бог воззвал к нему через ангела Господня «Авраам, дважды, Авраам, сохрани мальчику жизнь». Когда Иаков боялся идти в Египет и в его сердце возник вопрос «А следует ему следовать за своим сыном Иосифом или нет?» Тогда Бог сказал ему «Яков, Яков, я Бог отца твоего, не бойся идти». Когда Бог призвал к себе Моисея, он явился ему в виде горящего куста и звал его по имени Моисей, Моисей, вы помните? Возможно, нет. Тогда послушайте меня сейчас. Это очень интересно. Моисей, Моисей, Яков, Яков, Авраам, Авраам. Когда Бог обратился к малышу Самуилу в храме, что он сказал ему? Самуил, Самуил. Здесь мы видим личное обращение со стороны Бога к Божьим детям, при котором важную роль играет личное отношение. Когда Марфа, это очень интересно, когда много трудившаяся Марфа пожаловалась Иисусу на свою сестру Марию. Вы помните эту историю? Иисус сказал ей, Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься многим. Тут мы тоже можем видеть жертвенность. Когда Петр торжественно и свято пообещал, что никогда не оставит Иисуса, Иисус сказал ему дважды, Симон, Симон, вы слышите это? Или вот еще о Иерусалиме. Иисус плакал об Иерусалиме. Иерусалим, Иерусалим. Вы слышите? Здесь мы тоже видим личную жертвенность. Кульминацией такого двойного повторения имени, вероятно, является момент, когда Иисус на кресте возвал к Своему Отцу такими словами, Боже Мой, Боже Мой, для чего Ты оставил меня? А в нашей сегодняшней истории мы видим предателя Иуду, который симулировал жертвенность, поцеловав Иисуса и сказав ему, Равви, Равви. Но Иуда был не единственным, кто так лицемерно говорил. И это очень важно, что мы можем увидеть это в нашем сегодняшнем отрывке, ибо Иисус сказал «Придет день, когда многие назовут имя Господа», дословно Он сказал «Не всякий говорящий мне, что? Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Далее Иисус говорит «Многие скажут мне в тот день «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили, и тогда объявлю им». Здесь мы видим, что действительно важно в итоге. Не наши пустые слова к Иисусу. Куда важнее вопрос «Знает ли меня Иисус?» И тогда сказал Иисус «Объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Каждый раз, когда я читаю эти слова, дорогие мои, они буквально потрясают меня. Я молюсь о том, чтобы я смог ощутить еще большее потрясение отважности, которая скрыта в этих словах касательно лже-жертвенности по отношению к Иисусу. Наша молитва и моя молитва в связи с этим могут звучать только так. «Господи, огради меня от лицемерия». Моя молитва и наша молитва звучат так. «Господи, пусть мы поймем, что самое главное заключается в том, что Ты нас знаешь от многих из тех, кто ласково обращается к Нему. Господи, Господи, Он отвернется в последний день». Отсюда настоятельная просьба ко мне и к вам. Проверяйте себя сами. Серьезны вы или нет? Я хочу сказать вам кое-что еще. Если на вас оказали влияние деяния Святого Духа, но вы чувствуете, что не всегда серьезно верите в них, или считаете, что вы просто идете рядом с другими верующими, то вот что я вам скажу. Если вы это ощущаете, то идите с этим к Иисусу. Попросите Его, чтобы Он простил вам ваше лицемерие и забрал у вас этот грех. Если мы придем к Нему с нашими смирившимися и разбитыми сердцами, Он не оттолкнет нас. Нет, Он скажет нам, ты прощен, ты должен стать моим ребенком. Так что, Господи, мы просим Тебя сегодня, разбей нам сердца, чтобы мы стали истинными и честными последователями Иисуса Христа, нашего Господа и Спасителя. Аминь. Если наша сегодняшняя программа вам понравилась или у вас есть какие-то вопросы, мы будем рады, если вы с нами свяжетесь. Мы с удовольствием пообщаемся с вами по любому вопросу. Вы можете написать нам электронное или обычное письмо. Наши адреса вы видите сейчас на экране. Мы от всего сердца благодарны нашим зрителям за их поддержку. Ваши молитвы и пожертвования очень способствуют тому, что наша программа продолжает выходить в эфир. Мы будем очень рады, если вы переведете пожертвования на наш счет. На сегодня это все. До свидания.